Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Точнее, это вопрос без вопроса, это текст, в котором нет вопроса. Отношения с парнем три года, живем вместе. У нас свой мир, понимаем друг друга, все хорошо. После нескольких лет учебы в их компании продолжают общаться. Я появилась позже. В этой компании есть девушка, они общаются, она приходит навстречу. Меня всегда волновал этот момент, но мой парень говорит, что ты ее видел, она пацанка чисто братан, и что как на девушку он на нее не смотрит. Я видела фото, она всегда рядом на них обнимает ее по-братски, как и других парней. Но я не верю в ее дружбу. Она старается прикоснуться к нему, раз липнет на фото, хочет быть поближе. Видела видео, где они сидят рядом. Он ее не трогает, она ищет момент, якобы в порыве смеха прикоснуться. Считала переписки, обсуждения дел на сущных часах и ни о чем. Флирта не вижу, если он не удален. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я одновременно понимаю, что для внутренней гармонии мужчина должен получать внимание с стороны других женщин, не только от своей. Так же, как и женщины. Не могу принять решение, дать ему такую возможность общаться с ней и получать внимание от просьбы безобидной пацанки, или пресечь эту дружбу. Для меня неприемлемо такое общение, ведь я не вхожу в эту компанию и не вижу этого общения. Спрашивает Мария. Как вам справедливо указал мой коллега, вы не задаете вопрос, чего вы хотите. Решение за вас мы не примем. Парня своего вы не измените. Я думаю, что основное противоречие здесь заключается в том, что вы как-то вот с одной стороны говорите, что дружбе между мужчиной и женщиной не верите. С другой стороны, почему-то игнорируете тот факт, что если для вас такая дружба невозможна, то для вашего мужчины вполне. Так же противоречие заключается в том, что вы говорите, с одной стороны, что мужчина должен получать внимание от женщин, с другой стороны, вы говорите, что, как бы, ну, позволить ему получать внимание от безобидной пацанки. То есть, как бы, вы определитесь, если это пацанка, то это не женщина для мужчины. И получать внимание от других женщин через нее он не сможет. Потому что она для него не женщина. Вот. Дальше. А вы, на мой взгляд, рассуждаете здесь о своем парне, как о вашей собственности, лишая его права выбора. Ведь это его жизнь, его компания. Вы можете либо в эту компанию войти, конечно, здесь вопрос в том, для чего, зачем, но вы можете это сделать. Но вообще-то только вашему парню решать, как жить, с кем общаться и так далее. Мне кажется, что вы не верите в дружбу между мужчиной и женщиной, потому что ревнуете неуверенным в себе. Вот. Вы боитесь, что она займет ваше место. Это именно неуверенность в себе, страх и ревность. И отношение к себе, а также к своему мужчине, как к исключительно такой вот материальной ценности. Я думаю, что дело здесь не в том, что вы, ну, не верите в дружбу между мужчиной и женщиной. Я думаю, что дело в том, что вы пытаетесь совместить себя в некий такой закрытый, кристаллизированный мир, где не будет никакой угрозы вам, и где вы будете уверены в том, что мужчина с вами. Так не бывает. Вы пытаетесь задать закрытый мир, но чем больше вы закрываетесь, тем больше угрозы появляются. Поэтому работать здесь нужно с вашей уверенностью в себе, с вашей наполненностью жизни, с самооценкой, со страхами и с определением того, что для вас на самом деле неприемлемо. Понимаете, если что-то неприемлемое вызывает чувство страха или ревность, это не про неприемлемость. Это про угрозу. Угроза и неприемлемость. Разные вещи, не имеющие друг с другом связи. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что меня волновал этот момент, что она приходит на встречу. Почему? То есть, обратите внимание, вы не хотите, чтобы ваш мужчина общался с другими женщинами, получается. Чем вас это волнует? Дальше. Я не верю в ее дружбу. Все верно. Вы можете не верить в ее дружбу. Она, может быть, дружить ты не хочет. Но вам нужно верить своему молодому человеку. Вам нужно доверять ему. А чтобы доверять ему, но не доверять себе. И личностно расти, личностно развиваться, для того, чтобы принять тот факт, что отношения у вас могут быть не навсегда. Ведь именно это вас страшит. Что ваши отношения могут быть не навсегда. Что если от вас судит парень, вам будет очень плохо. Задумайтесь, почему. Парень может решить и не быть с вами. Вне зависимости от этой девушки. Он может просто решить и не быть с вами. Дальше. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я думаю, что это из-за страха, из-за неуверенности. Потому что дружба между мужчиной и женщиной существует. И существует порой куда больше и лучше, чем дружба между женщиной и женщиной. И дружба между мужчиной и мужчиной. Далее. Я понимаю, что для внутренней гармонии мужчина должен получать внимание на стороне других женщин, а не только от своей, так же, как и от женщины. Ну, вы можете получать внимание от других мужчин. Если вы так говорите. Хотя бы попробовать. Это первое. И второе. Вы как будто бы здесь решаете за своего молодого человека. То есть, почему вы решили, что ему нужно внимание. Это у каждого свое. Кому-то нужно внимание, кому-то нет. То есть, тут опять же лучше поговорить с ним. Дальше. Вы говорите про невозможность принять решение, дать ему такую возможность или пресечь эту дружбу. Почему вы считаете, что вы можете управлять жизнью вашего молодого человека? Именно потому что сводят его ценности, ценности материальные, так же, как и свою. Отсюда угроза. Для меня неприемлемо такое общение, ведь я не вхожу в эту компанию, не вижу этого общения. Мне кажется, это вопрос личный границ. У вашего молодого человека может быть своя жизнь, у вас своя. И повторюсь, прежде чем делать выводы о том, что для вас неприемлемо, нужно сначала разобраться в этом, чтобы вас это не приводило. Я повторюсь, неприемлемо с чего-то не коррелирует с тем, чтобы от этого испытывать страх, чтобы волноваться по поводу этого и так далее. Потому что в противном случае это защита. Может быть, между вами и молодым человеком нет полного доверия. Может быть, вы не привыкли, и это, скорее всего, доверять себе и опираться на себя. А все вы пытаетесь создать мир. И убрать, соответственно, все угрозы. Но правда в том, что подобная тревога всегда ищет объект. И уберете вы эту девочку, появится какой-то другой объект, который будет также вас тревожить. Запретить ему общаться с этой девочкой через какое-то время появится желание, соблазн запретить что-то еще. Но вы ему не родитель, как правильно заметил один из моих коллег. Вы не можете ему ничего запрещать. Поэтому, просто вы описываете повод пойти на психотерапию. Выбирайте себе психолога и начинайте работать. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Полезен. Обратите внимание, вы не задаете вопрос. Вы просто описываете ситуацию, но вы не задаете вопрос. Если вы хотите, чтобы мы помогли вам принять решение, нет, психологи этого не делают. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Мы можем приконсультировать вас вместе с вашим парнем, чтобы вы смогли лучше понять друг друга. Выбирайте. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью, не тяните.